Я сразу скажу, что действительно студенты просто в РЭШ очень добрые, поэтому постоянно зачем-то мне дают призы, а на самом деле я ничего не умею. И вот эта вот надпись там от лучших экономистов России и мира меня особенно порадовала. Я ее сохранил на этих слайдах, хотя полностью не согласен. Лучшие были в прошлый раз, будут следующие, и еще Дарья Дзибурова в конце, которая совершенно блестящая. А я скорее вот такая промежуточная стадия, человек, который сейчас попробует с вами поговорить о том, что волнует его. Ну, то есть меня. Я действительно макрофинансами довольно много занимаюсь. Сегодня мой разговор с вами будет немного такой... А вот у меня очень хороший микрофон. А кто у нас за пультом? Мы знаем этого человека. Просто я слышу эхо, это во-первых. Во-вторых, я слышу, что я громкий. Можно как-то чуть-чуть сгладить это. Отлично, спасибо. Ну вот, значит... Хорошо. Я странно это чувствую, но, по-моему, здесь все-таки эхо. Ладно. Попробуем как-то побороться с этим. Хорошо. Значит, поэтому я с вами поговорю о вещах, которые волнуют меня. О вещах, которые на самом деле связывают экономику с тем, как мы используем данные. С тем, как мы используем иногда большие данные, иногда среднего размера. И как машинное обучение, скажем, меняет наше восприятие того, как мы используем данные. Значит, я действительно недавно еще и в Сколково начал продвигать свои инициативы и работаю теперь в совместном центре Сколковый Рэш. Поэтому я, извините, написал это на слайд. Тем не менее, значит, смотрите, я попробую рассказать вам о нескольких вещах, которые происходят сейчас в экономике, в финансах, близких к макроэкономике. И какие последствия, может быть, того, что на рынках изменяется, мы видим и как мы должны на это, наверное, реагировать. Значит, есть, по крайней мере, два прекрасных человека в российских реалиях, которые постоянно много говорят правильных вещей. Это Олег Тиньков, это Герман Оскарович Греф. Олег Тиньков много говорил разного по поводу того, что он думает про стартапы, про использование больших данных. Некоторые вещи он говорил прямо здесь, вот в похожей аудитории, когда он выступал на одном из открытых столов Рэш. Он говорил очень откровенно, он очень плохо думает о российских стартапах. И переубедить его пока никому не удается, потому что, ну, действительно, с его точки зрения, его команда делает гораздо лучше. Все, чем любой стартап. Герман Оскарович чуть более, более был, наверное, таким позитивным по отношению к тому, что происходит в российских вот этих реалиях использования машинного обучения, анализа данных и чего угодно. Но даже он, если вы помните, еще в феврале высказался вполне грустно в смысле того, что вот мы используем машинное обучение, вот мы используем искусственный интеллект. А как вы прекрасно понимаете, в данный момент времени это вещи очень тесно связаны. Ну, то есть у нас нет такого суперсильного искусственного интеллекта, который бы, наконец-то, заменил человека, и можно было бы ничего уже не делать. У нас есть, скорее-таки, слабые искусственные интеллекты, которые в основном занимаются разными типами машинного обучения. Ну, и там вы меня, безусловно, можете поправить, что нет-нет, нейронные сети уже не машинное обучение, не знаю. Для меня это все лежит примерно в одной и той же области, потому что, ну, здрасте. И вот Герман Оскарович говорит, что он, по крайней мере, видит на Сбербанке, что использование машинного обучения и искусственного интеллекта приводит к тому, что иногда ваши модели оказываются какими-то подозрительными, что вы иногда, может быть, даже теряете деньги. И это для бизнеса довольно-таки реальные вопросы в смысле того, что, ну, окей, если вы уже начали терять деньги, или хотя бы, как потом пресс-служба его поправила. Она не поправляет Герман Оскарович, или служба напомнила и развила его слова, что, на самом деле, не теряют, конечно, деньги, а скорее это просто ухудшенная выгода. Ну, не додали кому-то денег, да, там, не довыдали кредитов, может быть, потреб кредит кому-то запретили. В этом смысле даже наш крупнейший банк видит, что машинное обучение иногда немножко не стыкуется с его реальностью, с тем, что он должен зарабатывать и как-то двигаться в будущее. И в этом смысле вот те вопросы, которые я хочу с вами сегодня обсудить, и почему я, собственно, все-таки здесь присутствую. Ну, слушайте, если вы вдруг хотите научиться машинному обучению, то за два часа я, конечно, не смогу сделать. Я, как обещал, это за шесть дней делается, да, то есть не за два часа. Поэтому, к сожалению, ну, трудно заставить вас читать код в питоне, который я там пишу в каких-то своих приложениях, которые делаю, и там разбираться с вами, нормальный этот код, плохой этот код, почему код математика выглядит не как код, а как ерунда какая-то. Ну, вот все эти вещи, они немножко не в таком режиме делаются. И, с другой стороны, для этого не я нужен, да, я не программист, я человек, который задает, скорее, экономические и финансовые вопросы. И в этом смысле мой всегда совет человеку, который говорит, не-не-не, я хочу научиться машинному обучению, почему S9, зачем я сюда пришел, кто этот, говорящий голова, для таких людей все очевидно. Вы идете на Кегл, соревнуетесь там, если вы уже прилично знаете, по крайней мере, Питон, а потом вы обнаруживаете, может быть, что недопонимаете машинное обучение. Окей, вы учитесь на Курсере, далее везде машинному обучению. Только что, как я понимаю, может быть, я сейчас ошибаюсь, но, по-моему, только что появился вот курс от Сбербанка и корпоративного университета Сбербанка про машинное обучение в финансах. Я уже за него заплатил, я уже его прохожу, уже сдал первый тест на 100 из 100, чувствую себя совершенно замечательно по этому поводу. Но, опять же, это не наш режим, это не в течение двух часов, где-то половина из которых, наверное, лучше бы потратить на ваши вопросы и мои ответы, или ваши ответы на мои вопросы. Я не смогу вас этому научить, это надо просто садиться и делать руками. Ну и, естественно, у нас вот недавно на нашей вечерней программе был один из круглых столов на мастере финансов, на котором обсуждались вопросы применения data science в разных видах, где-то машинного обучения, где-то более простых каких-то моделей, но, тем не менее, дальнейших шагов, которые банки предпринимают для того, чтобы добиваться успеха в нынешней среде, где у вас все цифровизуется, все больше и больше вы вынуждены data-driven анализ проводить. То есть вы не можете начальнику доказывать свою позицию, может быть, с тем, что кредит надо выдавать, без того, чтобы проанализировать происходящее в данной компании, в данном заемщике и объяснить, почему вы хотите ему выдать этот кредит. Ну вот, мне очень понравилось, я послушал, там в основном выпускники РЭД, вдобавок были, вообще приятно было их видеть. Приятно поговорили, приятно высказали свои позиции о том, как будущее будет выглядеть. Ну, замечательно, вот куда надо смотреть, для того, чтобы понять какие-то основы, может быть, машинного обучения и получить большую пользу, чем от меня, который попробует говорить на те же вопросы. От меня можно получить пользу немножко в другом. Дело в том, что экономисты, ну, я больше финансист, но, поверьте, это примерно одно и то же. Экономика – это большая область, в которой есть подраздел финансы, по большому счету. Он выделился, потому что в бизнес-школе финансы зарабатывают гораздо больше, чем экономика, и поэтому в бизнес-школе у вас профессора финансов чувствуют себя совершенно неэкономистами. Но в действительности мы используем более-менее одни и те же методы, просто в разных областях задавая чуть-чуть разные вопросы. И в этом плане, как бы, меня, как экономиста-финансиста, все время интересуются вещи, связанные с причинно-следственными связями. Лечи, связанные с тем, как вы пытаетесь понять свою модель. Если вы, опять же, поработали уже какое-то время с чем-то типа нейронных сетей, и это не я, и чем-то типа машинного обучения, вы прекрасно знаете, что существенная часть ваших ответов может оказаться неинтуитивной. То есть вы зачастую получаете модель, которая, ну, черный ящик – это слишком грубо, но, тем не менее, не позволяет вам считать многие эффекты, которые позволяют считать более простые модели. И вот меня, как экономиста, постоянно это тревожит. Я хочу понять вообще, почему появляются связи, к чему они приводят, где причинно-следственность, где у вас просто корреляция, которая, может быть, в каких-то ситуациях позволяет вам зарабатывать, а в каких-то других ситуациях портит вам настроение. Поскольку я не хочу воспроизводить те прекрасные слова, которые говорила Ольга Кузьмина, другой наш профессор, на лекции, которые она делала, кажется, в районе февраля, если я их еще не путаю, и вот я смотрю на Елену, она на меня не смотрит, поэтому мы не знаем, какая была эта лекция. Какая была эта лекция в феврале? Ну, где-то вот в середине февраля она поговорила довольно много, как анализировать данные. Ну и вот, как бы, я не хочу об этом говорить, я хочу поговорить вот об этих вещах, какие последствия использования машинного обучения вы зачастую видите. Дело в том, что эти вопросы, возникающие из-за использования машинного обучения, могут вас приводить к мысли о том, что, в принципе, машинное обучение как-то меняет то, что происходит с вашими заемщиками, с вашими клиентами, с вашими вообще взаимодействиями с рынком. И, знаете, действительно, я еще покажу вам несколько историй, три собственные истории, каждая из которых для меня была немножко открытием, потому что, ну, я не думал над этим, а коллеги думают, и это замечательно, и вот оказалось, что у вас довольно много неожиданных последствий того, как вы работаете с данными и как вы используете машинное обучение для того, чтобы с вашей точки зрения улучшить принятие решений. Вот оказывается, что эти неожиданные последствия, а это стандарт какого-то экономического размышления, не будет и чего-то, например, из-за того, что вот я сейчас не смотрю, ладно, хорошо, я все-таки раз начал это просто говорить, я это скажу до конца. Сегодня вышло исследование, оказывается, у нас второй самый популярный спорт в стране волейбол, и занимается больше двух миллионов человек. А вот сейчас играют в волейбол две великих команды, «Зенит Казани» и «Перуджи». Вот, а я вот это не смотрю, все, а с вами здесь провожу время. Вот таков мой коммитмент. Он просто радикально силен. Это Лига чемпионов, между прочим, Европейская, и это очень круто. Ну да ладно. Значит, какие неожиданные последствия использования того, что вы делаете, могут быть? Например, вы можете так неудачно согласиться на лекцию, что в это время играют в волейбол, а вас там нет. Ладно, все больше не будут. Вот, ну и мы не знали о том, что там будет в этот день, наверное, конечно. Из-за этого так все совпало. Значит, вот, если более серьезно, вы можете начать применять ваши модели и прийти к тому, что вы, например, часть пользователей будете отсекать. Ну, например, вы начали гонять свое машинное обучение вместо того, чтобы там условно на пальцах щупать, какому пользователю дать или не дать потребительский кредит. И оказалось внезапно, что вы всегда исключаете очкариков. Очкарики непонятные люди. Они носят очки. Это подозрительно. Может быть, у них не хватает денег на операцию. Это подозрительно. Может быть, они некредитспособны и не смогут отдать в будущем своих денежных потоков то, что вы от них будете как банк требовать. Этот пример неточный. Такого сегментирования не видно в данных. Но видно совершенно другое и довольно серьезное сегментирование. И вот, значит, что несут нам технологии, я постарался все-таки не отойти от темы, о которой была заявлена, и попробую поговорить с вами как раз про то, что же они несут. И вот три истории, которые здесь возникают, это такие истории. Первая из них действительно про то, как влияет напрямую машинное обучение на включение или исключение заемщиков из ваших наборов, тех, кому вы даете кредит. Вторая история – это про то, что вообще происходит, если у вас есть игроки алгоритмические на рынке в довольно простой ситуации. То есть, вот опять же, все эти академические исследования, чем они иногда плотны? Тем, что они чуть-чуть неприкладные. Если вы работаете, условно, в Гугле, вы делаете настолько много экспериментов за год, что вообще говоря, из этого можно сделать три академических статьи, как минимум, и опубликовать их в хороших местах. Гугл, как вы знаете, в последнее время начинает все больше и больше публиковать своих вещей, в основном связанных с Computer Science в разных местах. И когда вы смотрите на академику, но у них ограниченные ресурсы, ограниченный доступ к данным, они вынуждены делать те вещи, которые могут себе позволить сделать, но даже вот эти вещи, которые вы делаете, могут привести к неожиданным выводам. Для меня, по крайней мере, неожиданным, может быть, вам они очевидны. И вот оказывается, что если у вас есть игроки на рынке, которые алгоритмы, которые машинное обучение и искусственный интеллект, они могут создавать картели, даже если вы не будете это закладывать ни в каком виде. Вы просто просите их оптимизировать свои процессы, зарабатывать побольше прибыли и бла-бла-бла. Они картель создают. И я вам покажу, как бы, чем это заканчивается, и как из этого можно сделать какие-то новые выводы. Ну и, наконец, вот еще один вопрос, который меня, как макроэкономисты, экономисты тоже очень волнует. И здесь коллеги, которые надеялись в будущем получить набережные премии, хотя бы я их 100 тысяч из них, Ачимоглу и другие авторы, они посмотрели вообще, насколько у вас искусственный интеллект или вообще технологии, которыми мы занимаемся, они правильны, они для человека, скажем так, а не для того, чтобы заместить этого человека на рабочем месте. Я вам продемонстрирую немножко, по крайней мере, вещей, которые, наверное, намекают на то, что мы занимаемся не тем искусственным интеллектом, мы занимаемся немножко не той областью инноваций в этом направлении, которые должны бы заниматься как человечество в целом. Вот Ачимоглу говорит за человечество, а я его пытаюсь вам пересказать. Хорошо. Значит, первая история – это про использование машинного обучения в банковском деле. Ну, здесь, опять же, сама постановка задачи довольно примитивна. Вы когда-то использовали простые модели для выдачи кредитов, типа Logit моделей, там, условно говоря, да, оценивая либо вероятность, типа, у этого заемщика, либо выдавать, не выдавать кредиты. Ну, по-разному можно сделать. Здесь про вероятность, типа, у кого-то будет речь. И потом вы переходите к более сложным моделям, может быть, не лимейного Logit, когда у вас все-таки регрессии с какими-то очень сложными комбинациями наших переменок. И, в конце концов, вы переходите, там, условно, к нейронным сетям. Я сейчас вспомню, что было здесь. По-моему, случайный дилерий, хотя я мог запутаться. Что происходит при этом? К чему вы приходите? Насколько у вас легче становится выбирать тех заемщиков, которые для вас, как для банка, интересны? То есть, те, кто не будет допускать просрочки платежей, те, кто не деполтнется под своим обязательством, обязательно выплатит обратно этот потребный директор. Ну, вот смотрите. Значит, исследования, все три, кстати, относительно новые, там, 2016-й, 2019-й годы, вот это исследование решило действительно попробовать это сделать руками, на реальных данных. То есть, здесь нет никакого слишком большого, по крайней мере, обмана. Вы берете реальные данные реальных пользователей, которые получали кредиты в каких-то банках. У вас довольно большая база, но я сейчас чуть-чуть об этом поговорю. И вы пытаетесь сделать такое упражнение. Вот я, как исследователь, переходящий от Logit модели или, там, нелинейный Logit модели, к машинному обучению. Такой я сделаю вывод о том, кому я больше даю кредитов, кому меньше. Но, опять же, вот людям в очках, может быть, я начну давать кредитов меньше. А может быть, наоборот. Они мне сильно понравились, и поэтому моя модель будет подсказывать, что давать им надо больше. В этой ситуации, конечно, как бы выгоды, которые получают, вот они могут быть размазаны по-разному, по, в конце концов, если более серьезно, расе или месту жительства. Например, в Калифорнии надо больше выдавать кредитов, в Детройте меньше. Или, может быть, по каким-то другим переменам. Как вы наверняка знаете, у вас в американских данных, которые вот коллеги как раз исследовали, многие вещи запрещены. Но вы не берете там у аппликанта фотографию, чтобы не увидеть, кто он такой, да, там, мужчина-женщина, например. Зачастую уже запрещено смотреть. Вы не хотите видеть его расу, потому что это вообще на основании расы делать какие-то выводы в полном дисплее, в точке зрения американского законодательства, современного американского законодательства. И в этом плане вы пытаетесь использовать только честную, законную информацию, которую вы об этом заемщике хотите получить. Ну и, соответственно, что они делают? Они говорят, давайте мы посмотрим, берем довольно много разных выданных кредитов. Мы знаем о том, какие из этих кредитов закончились дефолтом. Это опять про то, как плазочистить неприятно. И обычно у вас первый шаг с тем, что вы данные пытаетесь привести к разумному виду. Это самый неприятный шаг. Он может занимать там 80% вашего времени, потому что вот здесь они не говорят в явном виде, сколько потратили, но они говорят, сколько у них осталось. У них там порядка 15%, наверное, исходной записи осталось, с которыми они смогли поработать. Это довольно нехорошо, потому что, ну, банк, наверное, со всеми пытается работать с водными данными. Ну, да ладно, 10 миллионов тоже вполне большая выборка. Значит, дальше вы говорите, окей, вот мои несколько методов, которые я могу применять к этим заемщикам. Опять же, если вы не смотрели такие модели предсказания дефолта, то, может быть, мои слова немножко легковесно сейчас звучат. На самом деле, это очень простые модели, в смысле того, что, скажем, ну, если вы знаете, что такое вероятность, это уже не плохо. Если вы не знаете, что такое логид-модель и как она записывается, я даже не хочу сказать, что теперь ваше время вы можете посмотреть это в Википедии и сразу обнаружить, да-да-да, я это же помню, я это слышал еще в школе в 11 классе на лекции. Ну вот, и, соответственно, ваша модель, которую вы записываете, она действительно примитивна, и в том, и в другом случае. Причем вот то, что они используют с точки зрения машинного обучения и те, которые у них будут принимать решения, это действительно случайные делели. Тут я просто пытаюсь сообразить сильно, где может поменяться результат, если вы перейдете к чему-то еще. Ну, поскольку я могу задуматься надолго, то не буду этого делать. В принципе, мне кажется, что результат не особо зависит от того, какое именно машинное обучение, здесь нейронную сеть вы применяете. Я думаю, что вот такая нейронная сеть вполне себе держит самые результаты, должна давать, как и многие другие. Значит, и использование подобных методов, то есть либо логид-модели, либо каких-то сетей нейронных, вполне законно в США. То есть вы можете и тем, и другим вполне нормально пользоваться, как вам. Вот, значит, соответственно, ваш вопрос, который вы задаете, кому достается выгода, то есть насколько вы, скажем, глядя на этого пользователя через линзу простой модели, логид-модели, или глядя на него через линзу модели с более серьезным, таким нелинейным обучением, где у вас нейронная сеть отвечает за поиск всех возможных, может быть, взаимосвязей данных, весьма может быть нелинейных, весьма может быть даже не полиненеальных. Приводите ли вы свою модель к каким-то совершенно иным выводам? Ну вот, и, значит, делают они следующее. Сейчас попробую, вот эта мне картинка очень-очень понравилась, но я не уверен, что она совсем уж прозрачна. Сейчас попробую ее объяснить. Значит, что здесь что? У вас по оси Y вот это вот кривые, разные нарисованные, это кривые, отложенные накопленным распределением. То есть у вас, в принципе, вся совокупность ваших пользователей, она разбивается на тех, кто получает выгоду от того, что вы переходите к более сложным моделям, и наоборот проигрывает от того, что вы переходите к более сложным моделям. Может быть, раньше пользователи, которые получали эти кредиты и имели высокую вероятность и полта, они не улавливались моделью. Почему? Потому что ваша модель была слишком примитивна, она слишком линейна в своих предположениях. Ну, в смысле, у вас логит модель просто с регрессорами, типа возраста, места жительства, там еще какие-то приятные переменные. Ну, доход, естественно, так были ли просрочки раньше. В общем, там много переменных, которые можно использовать. И, может быть, это слишком простая модель. Может быть, она раньше не подсказывала вам, что вот этот вот... Ладно, извините, буду продолжать. Мужчина в очках, он плох. На самом деле, вот если вы возьмете более неринейные какие-то из этих ваших данных, вы обнаружите, что нет, им вот таким людям точно давать нельзя эти кредиты. И есть те, кто выиграл, есть те, кто проиграл. Как их можно увидеть на этом графике? Ну, отдельных людей нельзя, но распределение этих людей можно. Значит, еще раз. Вот эти вот кривые, которые здесь нарисованы, это кривые накопленного распределения. А вот по степеникс здесь отложены те, кто выигрывает от того, что вводится более сложная модель, и те, кто проигрывает. Что это значит? Смотрите. Здесь вы видите, что отложен... Ну, я сейчас плохо скажу, что здесь отложено. Логарифм от вероятности дефолта при более сложной модели за вычетом логарифма вероятности дефолта от более простой модели. Когда у вас эта разность отрицательна, это означает, что у вас модель говорит, «О, нет-нет-нет, смотрите, этот заемщик по нашей предыдущей простой модели был слишком плохо выглядящим, но модель была плохая». Теперь мы перешли к более сложной модели, а эта более сложная модель говорит, «Не-не, вероятность его дефолта гораздо ниже». Вы не понимали, просто раньше вы не использовали все взаимосвязи в ваших данных. И вот поэтому, когда вы видите вот эту разницу, то есть логарифм вероятности дефолта по сложной модели за вычетом логарифма вероятности дефолта по простой модели, как только это отрицательное число, это означает, что вероятность по новой модели, она ниже. И все пользователи, которые у вас лежат вот левее этой вертикальной, вертикальной кривой, вот кривой, перетекающей ноль, все эти пользователи, как в массе своей, получают выгоду от введения более сложной модели. Значит, что здесь на графике обозначено разными кривыми? Это обозначена раса. Если вы смотрите на верхнюю самую кривую, то это азиаты, люди азиатского происхождения. Это американцы, но тем не менее, как-то по-русски-то не знаю. В общем, азиаты. Соответственно, зеленая кривая – это не испанские белые. Кривая красная – это, собственно, белые испанского происхождения. И вот эта вот нижняя, не очень заметная кривая – это уже люди, скорее, с черным цветом кожи. Значит, что мы здесь видим? Здесь довольно любопытно, с моей точки зрения, результаты получаются. Значит, вот если вы присмотритесь к точке, в которой эта кривая вертикальная, то есть все, кто лежат слева, они получают выгоду, все, кто лежат справа, на самом деле теряют от того, что вы вводите более сложную модель. И вот что мы здесь видим? Мы видим, что для двух верхних кривых, для белых – это зеленая кривая, и для азиатского происхождения людей – это черная кривая. У вас получается, что 65, примерно, процентов людей получают выгоду от введения этой новой, более сложной модели. Что только 35 процентов проигрывают. Все равно есть проигравшие. То есть нет такого, что 100 процентов людей выигрывают и будут получать кредиты на более приятных ставках, в целом, может быть, сколько там еще кроме ставки-то важно, а, но меньше страховой полис для них будет стоить и так далее. Вот не все выигрывают, некоторые и проигрывают, это нормально. Но когда у вас 65 процентов выигрывает, это звучит интересно. Это означает, что ваша модель действительно стала лучше понимать, что это за люди, и даже в попытке найти нелинейный цель, здесь на самом деле сравнивается с нелинейным логиком на этом графике, вы не были столь успешны, как машинное обучение. Вам все-таки регрессии эконометрика помогает меньше, чем то, что вы делаете такие совсем уж дата-дривен модели. Ну, с другой стороны, здесь есть и печальные, представляете, потому что если мы обратим внимание на испанского происхождения людей и незаметных, но вот людей с черным цветом кожи, там около 50 процентов. То есть у вас половина где-то выигрывает, половина проигрывает. У вас для половины условия будут улучшаться, для второй половины условия это могут и ухудшиться. То есть в этом плане, вообще говоря, выводы модели такие, достаточно некомфортные для существенной части населения США. Авторы, естественно, задумались, что это значит. Окей, мы обнаруживаем такие результаты. То есть те, кто вроде бы и так чувствовал себя неплохо с точки зрения ставок, с точки зрения возможности вообще занять в банках, а это именно азиаты и белые не испанцы, они вроде бы только улучшают свою возможность получить кредиты после того, как мы переходим к сложным моделям. И тогда авторы задаются вопросом, это вообще с чем связано? Это связано с тем, что у нас модель, несмотря на то, что мы не даем ей на входе, например, расу, но эта модель убавливает каким-то образом расу. То есть она смотрит, например, на доход, смотрит на то, какова заявка, то есть сколько отношений, например, задолженности, которую человек хочет получить, к стоимости жилья, которую он хочет купить на этот долг, и, может быть, какие-то еще другие перемены. Ну, самая простая, это где он живет. Как вы прекрасно знаете, в США это стандартная история. Вы можете по зип-коду зачастую угадать, какой цвет кожи у человека живущего в этом зип-коде, по этому индексу. И вот оказывается, что нет, модель не угадывает просто так вот расу, и как они это демонстрируют. Они пытаются понять, где у вас объясняющая сила, за счет чего она происходит. Она происходит за счет того, что вы действительно триангулируете расу, то есть имеющихся по закону доступных вам данных, можете угадать расу человека. Или она происходит из-за того, что модель достаточно зипкая, что она позволяет множество сильно нелинейных связей между разными переменами модели. И вот факт заключается, ну, по крайней мере, я прочитал статью, мне показалось вполне правильным то, что они сделали, но факт вот их результатов и исследования в том, что у вас это в основном за счет гибкости модели. Что произошло? У вас как бы, да, азиаты получили преимущество, да, белые снова получили преимущество из-за этих более сложных моделей, но это не из-за того, что вы лучше стали угадывать, кто ваш заемщик. Это из-за того, что вы теперь лучше понимаете, какие связи между переменными приводят к дефолту или не дефолту этих заемщиков. И вот это, на самом деле, такая штука, я не знаю, то есть как они маркетируют теперь эту статью, потому что, опять же, находясь в России с полной свободой слова, в отличие от США, да, мы понимаем, что маркетировать эту статью там довольно некомфортно. Ну, то есть они бы еще про пол что-нибудь написали, и было бы совсем как бы полное сборище злых анекдотов, которые очень трудно будет потом на рынке продавать. Здесь вы рассказываете, как плохо поступают банки, как они сегрегируют своих пользователей, опять же, по России и так далее, и так далее. Ну, не знаю, то есть, наверное, у них все хорошо с этим маркетированием будет, вот, но bottom line такой, что действительно, это некоторый сигнал. Мы видим, что банки, которые, прекрасно понимаем, переходят к этим машинным обучениям, она, в принципе, в среднем помогает более-менее всем, там все время чуть больше 50%, вот эта вот оттечка, сколько у вас людей получило выгоду от введения этих моделей, но непропорционально помогает тем, кто уже и так хорош, то есть совсем приятным банку-заемщикам. Это может быть не настолько плохо, но это совсем по российски, да. Вот, в этом плане, конечно, здесь есть неожиданные последствия того, что вы становитесь как банк, как финансовая организация чуть умнее относительно себя в прошлом. Я не знаю пока, как интерпретировать эти результаты с точки зрения дальнейших выводов для макрополитики, да, того, что должны делать, скажем, регуляторы в этой ситуации, но мне кажется, что это важный сигнал. То есть, опять же, меня, как экономиста или экономиста, волнует последствия того, что вы делаете, не только, как бы, в среднем по отдельно взятому банку, а вот в целом по системе. И вот в целом последствия могут быть довольно неприятными. Это была первая история, да, про то, что делают банки и как это влияет на простых пользователей. Ну, в Америке, опять же, ну, вот в России бы хотелось, конечно, тоже увидеть такие церкви. А вторая вещь, которая тоже меня довольно сильно удивила, потому что я, ну, какое-то время не обращал на это внимание, потом стал обращать и сразу же удивился. Она про то, что картели, вообще говоря, могут появляться случайным образом, без всяких ваших намерений такой картель создавать. Если вы всего лишь задаете правильные принципы вашей системе, что она должна зарабатывать вам деньги, да, что она не должна уходить куда-то в минус там, что у этой системы, ну, должно быть какое-то восприятие рынка, так что она не одна на этом рынке, а есть конкуренты, то вот оказывается, что вы довольно быстро приходите к системе, где у вас договороспособность высочайшая, где у вас картель просто автоматический результат того, что у вас нормальная программа, работающая с рынком, и это программа самообучающаяся. То есть программа как раз того, что использует машинное обучение, использует нейронные сети, использует искусственный интеллект, как и называете это все для меня одно и то же, извините. Вот, если в зале математики они, наверное, уже придется. Ну, значит, история здесь выглядит следующим образом. Если, опять же, о ней говорить в целом, да, у вас есть возможность посмотреть на повторяющиеся, так сказать, аукционы на рынке. Вы придумали себе несколько систем, которым задали правила игры. Я вот сейчас чуть дальше, по-моему, это отмечу. А, вот прямо здесь отмечу кратко. Значит, это искусственный интеллект с чуть другим подходом, с таким обучением, с подкреплением, причем с конечной памятью. Я вот честно скажу, я под их не видел, поэтому не буду врать, что я точно знаю, что там происходит в этом коде. Это надо тогда просто за них смотреть. По-моему, они его выложили на GitHub, наверное. В этом плане у вас, в принципе, если вдруг вы захотите поиграться, будет такая возможность. Это любопытно, мне кажется. Ну вот, и действительно у вас есть вот эти самообучающиеся алгоритмы, которые постепенно пытаются разобраться с тем, как взаимодействовать с другими участниками рынка. И говорят авторы, ну давайте пусть эти искусственные интеллекты будут торговать. Они, соответственно, имеют какие-то издержки производства. Ну, опять экономическая постановка задачи. Есть вот эти маржинальные издержки, где вы на единицу товара тратите, не знаю, 10 рублей на то, чтобы создать этот товар. А дальше вы смотрите на рынке. У вас есть покупатели. Покупатели приходят к вам на рынок, исходя из какого-то спроса. Этот спрос, естественно, зависит от цен, которые есть на рынке. И ваши искусственные интеллекты играют в такую повторяющуюся ликополию Бертрана. Я не хочу опять конкретизировать. Там история в том, что они цены устанавливают. То есть они просто говорят, по какой цене они готовы продавать. Как вы понимаете, если 10 рублей – это издержки, ниже 10 рублей продавать – это вообще какой-то беспредел. Ну, машина на это не должна идти. Если же вы хотите побороться за долю рынка, ну, вы можете прибивать свою цену к 10 рублям относительно близко. Но здесь важно то, что вы не всегда выигрываете весь рынок в этой истории. То есть иногда вы остаетесь с какой-то частью этого рынка. И, значит, как в этой ситуации действуют наши прекрасные машины? Есть они вот таким образом. Они говорят, слушайте, у нас тут на рынке, похоже, не миллиард. Действительно, авторы запускали там несколько возможностей и конкуренции. Были это там две машины, было несколько машин. Там результаты не слишком сильно, кстати, меняются от количества машин, если оно относительно конечное. Но, по-моему, они в итоге-то игрались до пяти максимум. И понятно, что у вас на некоторых реальных рынках их больше, чем пять, заметно, особенно на финансовых. Но, тем не менее, все равно хорошая история. Значит, такое равновесие может оказаться у вас здесь. Но одно из равновесий – это просто все продают по себе стоимости, все счастливые, особенно покупатели, и расходятся по домам. Другие равновесия, которые у вас появляются, такие теоретико-игровые. И вот здесь, где экономика еще теснеет, смыкается с реальными рынками. Вы, если смотрели немножко на эти вещи, знаете, что теория игр позволяет вам анализировать довольно сложные взаимодействия игроков рынка. И вот здесь мы знаем, опять же, из теории, что бывают разные результаты. Если у вас играет рациональный игрок, если это человек с такой особенно бесконечной памятью, то зачастую у вас равновесие, которое может установиться, это равновесие, в рамках которого вы играете относительно высокие цены, то есть не равные себе стоимости, а гораздо выше. Но при этом, если кто-то пытается отклоняться, то есть кто-то играет в цену там существенно ниже, и выигрывает большую долю рынка, вы его наказываете. Вы потом несколько периодов подряд держите цену на уровне себестоимости. Всем плохо, все не получают прибыль, но вы наказали друг друга как следует, потом возвращаетесь обратно к старым высоким ценам. Вот это то, как играют рациональные игроки в такую теорию игроков. Так играют на таких вот стимулированных рынках все-таки игроки, связанные с машинным обучением. Значит, они делают очень похожую вещь. Когда вы даете им немножко поиграть, и приходите в условно-стационарное состояние, я не буду брать, там довольно тяжелая математика, если ее делать честно. То есть авторы в итоге не смогли, не потому что они слабые, а потому что там действительно очень неприятная математика, если искать серьезные, извините, динамические, статистические равновесия. Вот. Что им пришлось сделать, сосредоточиться, ну, на некотором, подзовем это так, стационарном состоянии, в котором у вас уже все наигрались, все поняли, как друг с другом должны взаимодействовать, и, в общем, более-менее играют цену гораздо выше, чем себестоимость. Ну, ладно, это просто ремарка для того, чтобы вы не думали, что я как бы сейчас могу вам показать полное решение, вот такой полной модели. Оно неприятное. Там, ну, у вас слишком много движущихся частей. Вот. Значит, и вот что это за график? Этот график говорит следующее. А давайте мы предположим, что у вас один из игроков, ну, случайно или по намерению какому-то взлому, отклонился от имеющегося равновесия у циклих цен. Сейчас я график подробнее опишу, чтобы мы все понимали, о чем идет речь. Значит, смотрите. Здесь по оси X отложены периоды времени. Нулевой, там, и дальше первый, второй, 25 и так далее, да? По оси Y отложено коэффициент, насколько вы выше держите цену, чем цена себестоимости. Ну, вот у вас себестоимость 10 рублей, вы продаете, на самом деле, за там 17-16, где-то так. Вот. И, соответственно, вот здесь в периоде 1 происходит следующая цена одного из двух игроков вот на этом графике отклоняется до себестоимости. То есть он играл честное, картельное равновесие какое-то время, и вы пробуете увидеть, что происходит, когда одноразовый такой шок приходит на рынок. Так вот, происходит печальное, ну, кстати, не знаю, кому-то, может, наоборот, радостное. Происходит такое, что, во-первых, его сразу же пытается наказать его конкурент. Буквально уже в следующих периодах он более низкую цену предлагает, чем цена равновесия картельного. Но это длится недолго. Вы видите, что происходит. Немножко он его попанишил, немножко эту цену подержал пониже, да и то не добил ее как бы до себестоимости. А потом вся эта цена возвращается обратно. Вы довольно быстро оказываетесь в мире, где у вас картельный сговор абсолютно восстанавливается. То есть вы действительно видите, что эти машины, они мало того, что уже в стационарном состоянии договорились до картеля, это ладно, это можно было, наверное, ожидать. Но когда есть попытка кого-то отклоняться от такого равновесия, вы видите, как оно восстанавливается обратно. То есть у вас нет такого, что вы можете там на один период времени сказать, «Э, почему у тебя такие высокие цены? Ну-ка, снижай их нормально до уровня себестоимости или там гораздо ниже, чем сейчас». После такого одноразового шока ничего не происходит. На один период, может быть, кто-то и снизит, как-то отреагирует его контрагент, но потом все это вернется обратно в картельный сговор. Значит, в чем здесь, опять же, два момента, которые я хочу донести. Первое, это то, что в равновесии они быстро учатся играть этот картельный сговор. Это из графика совершенно не видно, потому что этот график уже про другое, про отклонение от этого равновесия. Ну и то, что если кто-то отклоняется, вы видите, насколько быстро это все возвращается на других сговор. И вот здесь, конечно, ситуация довольно нехорошая, потому что количество рынков, на которых у вас торгуют алгоритмы, наверное, сейчас очень большое. Ну, опять же, я не знаю, сколько вы с кем знакомы, но понятно, что на финансовых рынках у вас, по некоторым оценкам, на западных, конечно, про Россию я не помню этих оценок, на западных рынках у вас до 70% торговли делается алгоритмами. Это не про то, что у вас там полный алготрейдинг, как его в России принято называть. То есть нет такого, что у вас вся эта торговля, это специфические, очень хитро настроенные и смоделированные роботы, которые ищут вам так называемую альфу. То есть сверхдоходность относительно какого-то бенчмарка. Нет, большинство трейдинга происходит роботами, потому что когда у вас физическое лицо, клиент приходит и говорит, ну, слушайте, мне надоело этот Apple, я хочу его продать. У вас нет такого, что он ручками, или там его брокер ручками, или кто угодно, его private equity, адвайзер ручками продает эти вещи. Он, естественно, имеет автоматический алгоритм, который принимает это внутрь, разбивает этот запрос, сколько акций продать на мелкие лоты, и в случайные моменты времени пытается это продавать. По крайней мере, я так воспринимаю вот те алгоритмы, которые сейчас есть. Может быть, опять же, если вы знаете такие, вы меня сейчас в вопросах-ответах поправите. Вот, и, соответственно, на рынках, на которых у вас много алгоритмической торговли, у вас может быть разный, но в таких рынках мы знаем немало. Мы знаем рынки, где есть реклама, и где есть Google, Яндекс, Италии, везде. Мы знаем рекламу с тендерами разными, где-то корпоративными, где-то государственными. Мы знаем, наверное, еще какие-то рынки, что-то написал, торговля какая-то. Ну да. Много рынков, которые смотрят на такую торговлю внимательно, потому что, опять же, у вас много роботов. И вот, понимаете, я сейчас все-таки еще как-то это приземлю чуть-чуть. Когда вы говорите с каким-нибудь фондом, ну, не думаю, какое-нибудь название, каким-нибудь финансовым фондом, который что-нибудь торгует там на рынках, интересуетесь у него, насколько, скажем, машинное обучение способно ему помочь. Вот, кстати, в курсе от Сбербанка есть такой кусок, где как раз идет... Я не рекламирую, я просто покажу его сейчас. Вот. А получается, может, я не рекламирую, может, рекламирую, не знаю. Значит, там есть кусок действительно про трейдинг при помощи машинного обучения. Когда вам говорят, окей, вот ваше задание. Есть финансовый рынок, есть вот такие-то цены. Попробуйте определиться из них, как вы формируете оптимальный портфель, куда вы вкладываетесь, куда нет. Вот если вы говорите с реальными фондами, там очень много торговли через машинное обучение. В некоторых из них, которые успешны, это вообще основная часть бизнеса. Вот просто гибель генерите в основном только вот там, а ваши блестящие аналитики не способны это сделать. Правда, другие фонды мне говорили противоположные вещи, что их машинное обучение теряло деньги все время. Немного, там, несколько будет использоваться на операциях. И они не могли никак понять, почему, и в итоге как бы абандонт всю эту историю, а вот аналитики, наоборот, зарабатывают кучу денег. Понятно, что в будущем все-таки больше будет сосредоточено на верной алгоритме. Хотя, опять, вот в том же курсе Сбербанка вы можете посмотреть, там, например, сразу возражают. Буквально в первой же лекции, это самый простой. Там говорят о том, что нет, нет, финансовые и экономические данные настолько сложны, что их пока очень тяжело нормально анализировать вот такими моделями. Мои подозрения противоположны, что несмотря на то, что они тяжелы, многие умеют это делать, просто не все пока научились, там, не знаю, мы ученые, просто не знаем, как это делать хорошо пока. Вот. И, соответственно, здесь история с тем, что вам нужно довольно внимательно следить за тем, что делают вот эти игроки на рынках. А меня вообще за этим сложно, все нормально? Я просто... Ага, супер, спасибо. Вот. И никакие выводы. Выводы в том, что регуляторы будут вынуждены довольно крепко думать о том, что у них на рынках происходит, и как с этим вообще работать. Вот. Вот. Если вы следите за процессами многими, которые идут в Америке, то там уже немало историй, когда регулятор вынужден смотреть на миллионы строчек кодов данных в попытке найти какой-то инсайдер-трейдинг. Это просто звучит немножко фантастично для меня. Потому что, во-первых, на миллионах строчек кодов вы ничего не можете найти, это оферийно, мне кажется. Хотя, может, и не так. И, во-вторых, у вас как бы инсайдер-трейдинг делается не тем, что вы в код это прописываете, а тем, что вам кто-то сливает информацию, да, вы на ней торгуете, и, собственно, это в ходе может совершенно не отражаться. Но, тем не менее, там регуляторы, например, тратят довольно уже какую-то существенную часть своего времени, чтобы посмотреть, насколько у вас та или иная компания системообразующая для рынков. Насколько у вас этот фич, он сильно влияет на то, что на рынках происходит. Поэтому, как бы, ботом-лайн мой, опять же, из-за этого, вот я как макро... Ага, и что, что-то написал, ничего себе. Вот действительно, что, что написал, а то забыл сказать. Действительно, вот если вы смотрите на вот этот конкретный пример, здесь доказать картель его очень просто. Здесь, ну, словно, два игрока, которые торгуют по ценам существенно выше себестоимости. Упс, кажется, у вас есть примитивные методы доказывать, что это картель. Это правда. То есть, действительно, российский ФАС, там, любой другой антимонопольный орган легко это докажет вот в такой простой ситуации. Но ситуация, когда все посложнее, вам, конечно, будет гораздо тяжелее это делать. И это второй мой посыл. То есть, в первом случае, там, вот в первой истории для меня, как бы, вывод, который я хотел бы, как бы, увидеть в реализованном на рынках, это то, что регулятору надо внимательно следить, как эти новые технологии меняют вообще восприятие пользователей, которые есть у банков. Это вторая история про то, что регулятору придется следить внимательно, как вообще меняются движения рынков, я не знаю, там, тендеров, аукционов, чего угодно, из-за того, что у вас довольно много, опять же, новых моделей обучения. И в этом плане для меня, как человека, любящего макрофинансы, это все в одну и ту же воронку. Это все время история про то, что, там, не знаю, здесь не в зале либертарианцы, просто в некоторых обсуждениях, где либертарианцы были, вот, они мне сообщали, что я неправ, и мог бы как-то поменьше говорить о регулировании, потому что регулирование всегда зло, а свободные рынки все сами справятся. Вот, это неправда во многих ситуациях вот здесь, на мой взгляд, опять же. И первая и вторая ситуации, это ситуация некоторого провала рынков, некоторого. Пока понятно, что это чуть-чуть академический вопрос, чуть-чуть. Чуть-чуть не проверенный целиком, на реальных данных полностью, где все мы знаем про каждое, как бы, решение, которое банки принимают, но на это некоторое стекло, о том, что регулятору иногда приходится внушивать работу рынка. Ну и вот третья история, которая здесь появляется, я, кстати, сейчас, наверное, сколько времени уже, ничего себе, я сейчас говорю вот это да. Значит, я сейчас быстро добью вот эту историю, а потом мы перейдем все-таки в Q&A, потому что у вас, наверняка, куча интересных вопросов или ответов, комментариев, поправок, может быть, грозных реплик, которые вернут у меня слезы, потому что я ничего не понимаю, вы гений. Может быть, разное, разного бывало в разных случаях. Но все-таки я третью историю расскажу до того, как мы перейдем к этим вопросам. Третья история про то, что вообще происходит в мире с точки зрения инноваций. Насколько те подходы, может быть, корпораций, государств к выбору того, каким машинным обучением или искусственным интеллектом, скажем, заниматься, насколько вот эти выборы с точки зрения, ну, независимого наблюдателя и академика, они выглядят естественными или, может быть, делаются. И вот здесь я, опять же, ссылаюсь на исследование, которое делал... Ну, для моей коллеги, ладно, сейчас давайте я скажу какие-то вводные слова. Я их написал. Вот один из таких интересных, но печальных сигналов про то, что, может быть, технологии меняют жизнь людей не всегда к лучшему. Это вот как раз этот грустный график американских данных. Чем он грустный? Это график про связь зарплат и производительности труда. Я сейчас опять же объясняю. Здесь по ITX отложен год. Начиная вот с 45-го примерно, ну, 47-го, на самом деле. Год про... Просто год. По ITX отложены, значит, индексы. Что это за индексы? У вас вот эта верхняя и более оранжевая кривая – это производительность труда почасового, наверное. Сейчас я подаю это и убью. Ну, наверное, почасового труда в американской экономике. Соответственно, вот эта красная и нижняя кривая – это зарплаты, опять же, наверное, почасовые. Ну, это индекс, но тем не менее, почасовые, скорее всего, работников американского сектора, ну, там, без сельского хозяйства. В общем, я не буду в детали влезать, там есть маленькие нюансы. Они не очень значительные. Верьте, что этот график построен относительно честно. Ну, то есть, я брать здесь не пытался слишком идти. Вот. И что этот график показывает? У вас реальные зарплаты за вычетом инфляции, они, во-первых, довольно стабильны были последние очень много лет. То есть, начиная где-то с 73-го года, у вас происходит вот этот слом медианных зарплат. Медианных, вы помните, это 50% населения выше, 50% меньше. Вот. И это, ну, то есть, это фактически стабильные зарплаты на протяжении очень долгих лет. Это немножко имеет отношение к неравенству в экономике, которые, опять же, не мне обсуждать. Это уже не раз обсуждалось в разных хороших аудиториях. Я скорее про то, что у вас здесь есть очень большой отрыв от производительности этого труда, который у вас есть. Понятно, что здесь миллион вещей происходит, потому что производительность труда растет, например, когда у вас вместо плохих компьютеров появляются хорошие компьютеры, когда у вас вместо компьютеров появляются смартфоны. Я не знаю, растет ли производительность труда от того, что я быстро отвечаю на e-mail, но понятно, что там 20 лет назад я не знал, что такое e-mail. Я сейчас пытаюсь сапразить, знал, или нет. 20, по-моему, нет. Потом я начал учиться в независимом, и я узнал, что такое вы из этих университетей, и узнал, что такое e-mail. Вот. НМО для тех, кто знает. Значит, и вот этот разрыв между зарплатой и производительностью труда, это вообще-то сигнал такой тоже не слишком приятный. У вас работники как будто становятся все лучше, ну, по крайней мере, в эффективном своем выражении, а компенсацию получают примерно такой же, как и раньше. Опять, глубоко влезать в миллион объяснений этих вещей можно, можно, но не сегодня, потому что сегодня у меня немножко другой посыл того, почему это может происходить. Посыл здесь довольно простой. Вот действительно, уважаемый господин Чумоглу, он писал несколько таких пока еще очень дискуссионных и очень, наверное, далеких, вот какой-то финальной реализации, финального нашего понимания про все эти вещи. Но, тем не менее, очень интересные пару статей, в которых он обсудил свое видение того, а почему у нас, собственно, вот этот разрыв произошел, почему у нас зарплаты вот так оторвались от производительности труда. И теми ли инновациями, особенно в последнее время, мы занимаемся? Дело в том, что вот эту историю долгих лет, там, 73-го года, можно разбить на несколько частей и внезапно обнаружить, что у вас очень много нюансов с точки зрения календаря. Что у вас, вообще говоря, неравномерно выглядят эти проблемы по разным десятилетиям. И вот оказывается, что последние лет 15, лет с 2004-го года, история стала особенно выпуклой. Я сейчас попробую ее как бы прояснить. Вот, значит, и понимаете, как бы, почему меня затронуло очень сильно тоже эмоционально? Вот я сегодня рассказываю про то, что меня эмоционально затронуло это. Так вот сказал. Значит, почему меня это эмоционально затронуло? Ну, потому что вы знаете прекрасно, что сейчас в России, в том числе, очень большая дискуссия про то, что такое цифровая трансформация, что такое цифровизация, что такое автоматизация. У нас есть национальные проекты, которые связаны с цифровой экономикой и цифровой России и так далее, и так далее. И там очень существенная часть того, что, наверное, было бы полезно нашим компаниям перенимать. Вот из опыта как лучших наших компаний, так и других стран. И поэтому для меня вот этот посыл, который есть у автора, в то, что, а давайте попробуем для начала хотя бы различить автоматизацию и цифровизацию, или там развитие инноваций, которые улучшают жизнь людей, экономик сильно затронуло, потому что действительно это интересно для меня лично. Здесь просто нет ссылок, про который не буду говорить, но в Европе, похоже, очень много эвитенции. А доказательства, спасибо. В общем, много данных и доказательств того, что у вас, похоже, слишком мало инвестиций в искусственный интеллект, машинное обучение и отставание от Китая, США и даже в каком-то плане от России начинает увеличиваться, и им придется, видимо, расширять как-то эти инвестиции, но неважно. Значит, вот статья говорит, окей, автоматизация и цифровизация, чем они могут отличаться в голове меня, взятого Олега. Значит, для меня, как я считываю то, что автор предлагает нам обдумать, это история с тем, какая часть ваших инноваций, это часть, которая улучшает жизнь людей, а какая часть ваших инноваций, это часть, которая создает новые задачи для людей, и создает возможность им использовать свои знания, умения, а также, ну, основные капиталы и нематериальные активы, это более и более оптимально. То есть просто, где у вас люди, скажем так, дополняют машины, да, а где люди заменяются машиной. Ну, ладно, раз у меня в случае, я буду все мысли вам рассказывать, а потом вы сами решите, какие из них были интересны, какие нет. Это довольно большая матра дискуссии, на самом деле, потому что вы знаете прекрасно, что американский сектор производства, обрабатывающий промышленный сектор, потерял огромные миллионы работ. И есть очень большая дискуссия, потерял он их, например, потому что они в Китае были обширизированы, да, или потому что у вас просто автоматизация производства произошла. Потому что раньше у вас машины производились полностью ручным трудом, а теперь у вас есть все-таки роботизированный конвейер, который позволяет вам очень большую часть операций выполнять уже в автоматическом режиме. Вот Тесла, как вы, опять же, наверняка знаете, попробовала стать самым роботизированным заводом по производству автомобилей, потом обнаружила, что у нее все время все ломается, и снова наняла обратно людей, которые гораздо лучше эти машины до сих пор собирают, чем роботы, которых использовала Тесла. Вот, и как бы есть исследования, которые, мне кажутся, вполне честными, которые показывают, что у вас гораздо больше автоматизации, чем Китай, виновата вот в этой потере производства развитыми странами. Ну, ладно, дело не в этом, а в том, что вот у вас есть действительно два типа перехода к работе с искусственным интеллектом, машинным обучением, роботизацией, с чем угодно. Автоматизация, когда людей вытесняют, и, как я ее условно назвал, цифровизация, когда люди, наоборот, оказываются полезным звеном для того, чтобы улучшать что-то еще производство, предоставление услуг и так далее, и так далее. И вы знаете, что там Германия, вот, я забыл просто про Японию, на Германии и Нижняя Корея две одни из самых роботизированных стран, у которых там шло роботов на миллион населения, по-моему, первое, то ли третье место обе этих страны занимают. Вот в этих странах при этом очень низкая безработица. То есть у вас люди все еще нужны, несмотря на то, что роботов у вас огромное количество, и они делают большое количество задач. Так вот, на что предлагает нам посмотреть господина Чмогу, и как я попробую пересказать эти картинки. Да, это будет неприятно. Значит, вот думайте про последние 20, ой, нет, 30, это получается, 30 лет. Значит, то, что происходит с 87-го года, подвижение 17-го. У вас, во-первых, очень сильно растет сектор услуг. Если вы думаете про долю услуг в ВВП, то она, вы видите, там, ну, 60-й плюс выросла до 70-й плюс, а остальные задачи у вас существенно снизились. Это, кстати, история про будущее, про то, куда мы идем, и то, какие виды работ, скорее всего, и в развивающихся странах, тоже окажутся важны, полезны и эффективны. Будут присутствовать более широко, чем обрабатывающая промышленность. У вас, действительно, в сервисных, ну, секторе услуг, опять же, в переводе на русский, все больше и больше людей. А вот теперь, в чем, собственно, проблема для Чмоглу, ну, и для многих других людей, которые об этом думают. Дело в том, что, когда вы думаете, какая доля труда в этом доходе, который получают отдельные сектора экономики, оказывается, что там есть такой существенный тренд, нисходящий, и в каких-то отраслях у вас более-менее стабильность есть, вот я не вижу, где эта красная вот эта вот черта, для меня она стабильна. Вот то, что происходит, видите, это похоже, а, это как раз в сервисе и не есть. Логика понятна, там, где у вас автоматизация, ну, не то, чтобы нужна, сервисы, услуги, да, это что-то типа, например, здравоохранения, например, там, кинотеатров, например, каких-то и червячей, и у вас все равно человек-человек взаимодействия обязательно нужно. А во многих других отраслях, ну, вот здесь, опять же, монифекчинг где-то должен быть, сейчас его найдут, а вот эта вот кривая, например, такая, здесь очень сильное снижение доли оплаты труда в том, что у вас происходит в этом отдельно взятом секторе. То есть у вас, словно говоря, капитал получает все большую долю дохода, и технологии получают все большую долю дохода по сравнению с людьми. И вот о чем говорит автор? Он говорит о том, что это как раз очень сильный сигнал о том, что у вас существенная часть того, что происходит в американской экономике, и во многих других экономик, это автоматизация, это как раз попытка убрать человека как ненадежное звено из этой истории и заменить его на что-то еще, на робота, на колл-центр, который там, на чат-бота, да, и так далее, и так далее. То есть там меня радуют некоторые сайты, я не скажу, какой организации, в которой я работаю, но куда я захожу ночью, там что-нибудь, информацию какую-нибудь достать, вот, и там обязательно есть человек в 3 часа ночи, который, я не знаю, чат-бот скорее, вот, который в 3 часа ночи, там, через 2 минуты моего нахождения на сайте, всплывающим окном, говорит мне, здравствуйте, меня зовут Юлия, что вы хотите со мной обсудить? Юлия, я ничего не хочу обсудить, я работаю в этой организации, большое спасибо за информацию, что я могу это сделать, это важно, и многим, безусловно, нужно, но, ну, не вне, только и спасибо, поэтому, не реагируя на эти важные замечания, я уверен, что это чат-бот, я уверен, что это хорошо натренированный, не сложный механизм, ну, механизм, не тех, кто называет, механизм, наверное, не сложно обученный коэнт-эй, который позволяет вам на простые вопросы-ответы быстро дать какие-то комментарии, а на более сложный перенаправить это оператору, который там с вами в 9 утра будет пытаться связаться. Это тоже то, почему я никогда не отвечаю, потому что обязательно ведь перезвонят, еще в 9 утра, а я не хочу. Вот. Значит, ботом-лайн в чем? В том, что у вас, видимо, произошло очень сильное изменение последние вот эти вот лет 30, все-таки, не 20, как я сначала думал, лет, у вас существенная часть инвестиций в инновации пошла в то, чтобы человека убирать из этой картины мира. Я этот график не вставил, но, опять же, если вы знакомились с макроданами, достаточно подробно, вы знаете, что там есть отдельное снижение доли участвующих белых мужчин в экономике. Они вот последние те же 30 лет снизились там с 95%, что-то там до 80+, я не буду вам брать, я не помню точное число, но это история про то, что некоторым мужчинам, которые проиграли конкуренцию либо роботам, либо хренчинам, либо азиатам, либо еще кому-то, вот этим белым мужчинам приятнее сидеть дома, стрелять по пивным бутылкам, наверное, или я не знаю, на чем они живут, это надо, если я хоть отдельно. Вот. Значит, вот онлайн такой, что когда вы думаете, вот это все немножко по ссылкам, то есть пока, по ссылкам, я объясню, что я не вижу, пока вот эта вот история, она сильно недоразвита, то есть мы макроэкономисты, конечно, и там, и нацисты, и кто угодно, не до конца понимаем вообще, а что это значит. Ну, окей, ну вот мы наблюдаем какие-то результаты в данных, да, окей, мы видим, что, наверное, нам нужны другие инновации, где там человек будет тоже полезен, где не просто произойдет переход, извините, скажу это вслух, да, но к скорингу за счет машинного обучения, и вы можете уволить, сейчас без смысла, я на право скажу, 3000 юристов из-за этого, да, мы знаем, что юристы имеют никакого отношения к скорингу, ну, напрямую, по крайней мере, так просто не уволишь за это, вот, но тем не менее, вы вроде вводите машинное обучение, а вообще-то это, говоря, означает, что вы увольняете часть своих людей, которые работали на вас ранее. Вот почему этого не хватает, как с этим бороться, но вот почему не хватает, здесь много разных ответов, опять, нам придется учтумать, это 19-й год, это вот только что вышедшие важные замечания, которые некоторое время уже обсуждались, безусловно, но тем не менее, будут обсуждаться гораздо более бурно в будущем. У вас все время есть история с провалами рынка, в первых двух историях, для меня она была более-менее очевидна, здесь история гораздо более тонкая, потому что, когда мы думаем про инновации, исследования, R&D, неокры, как хотите это называйте, где это делается, это вопрос очень сложный. Где-то это делается в университетах, где-то в университетах вместе с корпорациями, которые взаимодействуют друг с другом. Где-то это делается просто, ну, если вы думаете про фармакологию, естественно, там взаимодействуют очень сильные внутренние лаборатории компаний с сильными внешними учеными и так далее, и так далее. Но вот государство очень агрессивно уходило из этой области последние много лет в Америке. Если мы думаем о том, почему это происходит, вот государственно-частное партнерство существенно сократили свою роль в инновациях, извините, но вот эти стандартные примеры, там, да, как был закрытен интернет, как появился Google и так далее, и так далее. С Google это было чуть в меньшей степени, хотя тоже у них были госзаказы существенные, как Boeing развился очень сильно и так далее. Это все время история про то, что у вас может быть правильное взаимодействие государства, бизнеса, исследователей, науки и так далее, и так далее. И вот, видимо, последнее некоторый отрезок времени, у нас государство, американское, я имею в виду, государство, оно гораздо меньше взаимодействовало с этими вопросами и меньше влияло на это положительное развитие инноваций. Ну и там много других вопросов, вот внешней экстерналии, про то, что один изобрел, потом китайцы воровал, все наслаждаются, но американцам-то некомфортно, изобрели они, потратили деньги они, а в результате, как бы, все это вышло в первую очередь у другой компании. Это я сейчас не рассказываю, как есть, а рассказываю, как некоторые американцы интерпретируют. Китайские компании сейчас под большим давлением находятся американским из-за вот этих предполагаемых вопросов, связанных с воровством и интеллектуальной собственности. Ну и, естественно, всякие истории с тем, что, может быть, мы просто еще не догадались, что нам нужно, мы еще не знаем, какой искусственный интеллект, какое машинное обучение нам действительно необходимо, и у нас просто нет людей, которые понимают, куда это движется, и у них нет соответствующих. Это все может быть правдой, вопрос только в том, что дальше делать, и вот на него пока ответа хорошего нет. Пока приходится делать, что делаешь, разве что пытаясь постоянно нащупывать новые направления, в рамках которых, ну, я про себя сейчас говорю, в рамках которых, условно говоря, ученый или преподаватель должен студент или тебя научить чему-то, что будет полезно в будущем. Ну вот, какие выводы всей моей длинной-длинной... Ого, ничего тебе. А, нет. Все. Вот, какие длинные выводы... Нет, короткие выводы моей длинной речи. Не то, чтобы я люблю много говорить, но человек сегодня говорил очень много, извините. Значит, какие проблемы и какие решения? Проблемы связаны с тем, что есть много неожиданных результатов, которые вы не предполагаете, когда делаете машинное обучение в отдельно взятом банке, или переходите к новым риск-моделям, или говорите о том, что у вас теперь работники там наполовину не нужны, надо половину уволить, а все остальные будут на Питоне каждый день писать, много программ. Или, может быть, какие-то еще прекрасные примеры можно придумать. Есть побочные эффекты, как экономисты это будут называть unintended consequences, да, но, well, fine, на русском, наверное, побочные эффекты вполне нормальные. И здесь большой вопрос, к сожалению, или к счастью, на мой взгляд, опять же, я подчеркиваю, это не факт, что выделяет, скажем, моими коллегами внутри РЭШ, но здесь, наверное, большая роль и государства, и регуляторов. В этом плане, к сожалению, нам придется смотреть за большой частью вот этих институтов, да, регуляторы, это, собственно, институты, которые в данной стране помогают выстраивать среду. Вот. И если у вас, как бы, есть желание вот все это развивать, вам внутри страны придется иметь сильных регуляторов, сильные институты, и сильные, в том числе, научные утверждения, которые занимаются всеми этими вопросами. Вот, все в ваших руках. Вот здесь был слайд, спасибо за ваше внимание, я ненавижу этот слайд, поэтому я написал правду, за что спасибо. Если вы бегаете, я вам очень благодарен, вы прямо молодец. Вот. Если вы бросили курить, или там, в рецепт, лофой, например. Ну, если вы бросили что-нибудь вредное, вы тоже молодец, продолжаете это делать. Мне большое спасибо. А теперь давайте, может быть, поговорим, вопросы какие-то, комментарии, особенно комментарии очень меня порадовали. Спасибо вам за вашу слушание. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня вопрос по первому исследованию, по кредитным дефолтам. Какие слабые места вообще есть у этой модели? Нужен какой-то пошире датасет, или побольше закидать железом, или еще что-то? Вот такой вот вопрос. Вы знаете, с моей точки зрения, здесь слабых сторон нет, потому что, ну, отдельно взятый банк совершенно правильно все делает, когда он переходит. Вы стоять будете. А, я не знаю. А, вы еще хотите потом задать? Нет, просто, чтобы меня видели, что микрофон забрали. Да, я понял. Вот. Как бы отдельно взятый банк все делает правильно. Он пытается улучшить свои модели, пытается перейти к тому, чтобы правильно оценивать качество заемщика и перейти к тому, чтобы работать только с лучшими. Это, ну, или там с теми, кто ему достаточно нравится. Это абсолютно нормально, и я здесь полностью поддерживаю двумя руками. Здесь в чем проблема? В том, что здесь есть макроэкономические последствия, которые видны только на уровне регулятора или центрального банка, или кто угодно там с банками в этой стране работает. И в этом смысле мне кажется, что здесь вот ничто не поможет. Вы говорите там, как я понял, вы меня скорректируете, если что, как улучшить всю эту историю, как перейти к более качественным моделям. Больше данных? Да, больше данных поможет. Получше, может быть, машинное обучение, другая немножко модель, не случайные деревья, что-нибудь еще? Да, конечно, глубокие какие-нибудь нейронные сети, да, замечательно. Это очень выгодно и кажется мне, по крайней мере, работает даже лучше. То допрос немножко в другом, что мой посыл, что, к сожалению, затем вам придется решить, а что с этим делать. То есть банки будут продолжать все равно этим заниматься, вне зависимости от желания регулятора. Более того, у многих банков, если вы следите за ситуацией, в России таких банков только два, насколько я знаю, Сбербанк и Рафайзен, но вообще в других странах таких банков становится все больше. Эти банки могут использовать внутренние модели, валидации клиента, кредита, чего угодно, и потом просто говорить центральному банку или регулятору другому, что у вас вот что получилось. Вот хороший клиент, наш стресс-тест показал, что у нас прекрасный портфель, была бла-бла. И в этом смысле здесь большой вопрос именно того, какие последствия это будет иметь во многих направлениях, включая того, кого вы включаете и исключаете из вашей выборки. Я не знаю, что там у Сбербанка, кому он дает, не дает кредит, я просто не видел таких исследований, мне интересно было бы не только про него, но вообще про российский банковский сектор посмотреть. Может, там есть опять же исключение людей в очках, но всякое бывает. Они же биометрию теперь собирают, может, скоро мы узнаем всю правду о людях в очках. Вот. И let's wait and see. Поэтому мой ответ, ну, честно говоря, я полностью за то, чтобы все модели были прекрасны, хороши и здорово работали, и с другой стороны за то, чтобы регулятор следил за ними. Вот. Всем добрый вечер. Олег, благодарю вас за вашу лекцию, это было очень интересно. Я та девушка, которая вам помогла с переводом. Вот. Слово-доказательство. У меня к вам такой вопрос. Я представляю компанию Skyholders. Вот. Мы как раз занимаемся, мы зарабатываем на снижение и на вырасти биткоина. Вот. Но когда мы находим людей, я вообще HR-менеджер, мы сталкиваемся с тем, что люди просто не верят в блокчейн-технологию, в биткоин, вообще в будущее. Мне было интересно узнать вас. Вы верите в будущее биткоина и как вы к нему вообще относитесь? Благодарю вас. Мы как раз раздаем книжку под названием «Технология блокчейн», где на обложке нарисован биткоин. Очевидно, кто-то среди нас верит в блокчейн и биткоин. Вот. Я ее не заказывал, потому что она вот, честно говоря, чуть-чуть другая по отношению к тому, что я сегодня рассказывал. Что-что? А, это отличная книжка, но нам ее просто дали. То есть мы их раздаем. Нет, мы не знаем, что это за книжка, мы нам просто ее дали и сказали, отдайте кому-нибудь. Я так часто делаю, иду по улице, мне раздают, вот там, да, что-то я хватаю и отдаю кому-то еще. Хорошо. Ладно. Как вы смотрите, bottom line, у меня довольно много opinions. Я не уверен, что opinions это правильно, потому что opinions это типа то, что может быть неточным высказыванием про реальность. Я не очень верю, честно говоря, в то, что условно биткоин там останется единственным или даже ключевым элементом всей этой истории с криптовалютами, хотя я довольно положительно отношусь к крипте в целом. И я, более того, даже написал некоторое небольшое исследование для The Bell в начале года, где-то в январе оно вышло, которое рассказывало про то, как управлять активами, учитывая то, что теперь есть и криптовалюта на рынке. То есть в этом плане я не то, чтобы пропонент там отказа или пропонент наоборот поддержки этой истории. Вот про блокчейн я думаю гораздо более высоко, чем про криптовалюты. На самом деле, мне-то кажется, что те эксперименты, которые проводят очень многие компании сейчас, они приведут к существенному использованию блокчейна в будущем. Я просто довольно много слежу за тем, как это происходит на биржах, в платежных системах, в некоторых банках и так далее, и так далее. Потому что удобство особенно для трансграничных операций высокое. А вот насчет биткоина, торговли биткоином, вот тут я был бы чуть, наверное, более скептичен и критичен, потому что, ну вот, мои микроисследования, я не делаю там 500 исследований в год про эти темы, но там несколько научных и вот это вот минимальное по управлению активами показало, что там есть некоторые вопросы. То есть к этому можно быть, наверное, чуть-чуть более скептичным. А про блокчейн я просто... Двумя руками за и я надеюсь, что он как раз войдет в нашу жизнь плотно, ну и в России и в мире. Благодарю. Добрый день. Спасибо за интересный материал. Вопрос такого характера. Вот сейчас вся госэкономика, можно сказать, торгуется на восьми так называемых государственных площадках. 8 апреля на одной площадке прошел сбой и, в общем-то, что затрудняет сейчас заключение контрактов для многих госзаказчиков. Ну и в этом, на этой же неделе было несколько сбоев в Сбербанке. А теперь вопрос. Как вы считаете, ошибка в программе может привести к сбору экономики? Смотрите, более того, Сбербанк онлайн сегодня сбоил еще утром. То есть там как бы... Ну это понятно. Это не то, что... Это второй раз на моей памяти. Я давно им пользуюсь с самого начала почти, но тем не менее. Смотрите. Ну онлайн, Сбербанк онлайн это не страшно. А если заморозится, то есть ошибка в программе приведет к тому, что прекратятся любые взаиморасчеты и любые, скажем так, действия со стороны электронного правительства? Вот. Это действительно риск. И поэтому человек с выключателем он всегда должен быть. То есть вы не можете позволить вашим алгоритмам, будь я больше про финансовые рынки, наверное, знаю, чем про тендеры государства или электронную площадку, на которой все это делается, но однозначно у вас должна быть возможность все это выключить в нужный момент. Я не уверен просто, про что вы конкретно, потому что эта электронная площадка, если, опять же, я вас правильно понял, это именно с закупками разными. Да. И тут как бы история такая, что, понимаете, это же так называемые low frequency data, то есть это данные, с которыми, ну, опять же, тендер, он готовится какое-то время, он отдельный проходит, там нужны документы, выплаты, всякие участники, так я просто сам участвую, тоже понимаю, как бы структуру этой истории. и я вот не дам как бы большой гарантии, что меня волнует очень сильно сбой в отдельно взятый день. Меня волнует, конечно, чтобы в среднем это работало прозрачно, понятно для государства в том числе, да, и приводило к наилучшим экономическим последствиям, в том числе к тому, чтобы эти закупки по низким ценам проводились. Вот. Но вы абсолютно правы, когда вы думаете про другую инфраструктуру, про критически важную, например, да, когда вы думаете про водопроводы, электроэнергию, там, поезда, которые в некоторых странах уже зачастую управляются автоматически, да, вы просто делаете там развязки, которые позволяют поезду проехать, через минуту в другое направление проедет другой поезд, да. В этом плане действительно в будущем мы будем все сильнее зависеть от этой инфраструктуры. Но мы знаем, чем все закончится. Ну, терминатором, естественно. Все будет хорошо. Вы не волнуйтесь. Ну, то есть оправдана ли, вообще цифровизация, с учетом того, что человека всегда можно заменить, а программу, вот, ну, по крайней мере, с понедельника техподдержка заменять до сих пор еще не может справиться с ошибкой программы. Я прямо двумя руками за цифровизацию очень многих вещей. Опять же, у вас, ну, понимаете, если я, опять же, правильно понимаю, я сейчас, может, опять что-то путаю, у вас управление атомной станцией невозможно в ручном режиме. Вы все равно это делаете в режиме очень-очень сильно цифровизированного. И здесь, насколько мы можем пойти назад и сказать, нет, давайте снова все делать в ручном режиме, это будет тяжело, потому что очень многие операции существенно выиграют в производительности, когда вы их цифровизуете. Вплоть до добычи, да, если вы думаете про добычу нефти и газа, там очень много движений, которые позволяют вам значительно облегчить сложности. Вплоть до медицинских операций. Мне когда рассказали, я был просто потрясен про историю, где у вас хирург сидит, условно говоря, бесконечно далеко, но при этом он через онлайн способен делать операции при помощи рук механических, ну, или рапортизированных, которые позволяют, понятно, не все операции так делать. Я не уверен, что операционное сердце так можно сделать, хотя я не знаю, я не копался глубоко. Поэтому мне кажется, что это абсолютно правильное движение в будущее. Здесь вот надо очень четко понимать, где у вас критическая инфраструктура, которую вы никак не можете позволить вот так падать, а где у вас, условно, ну, при всем уважении, условно, да, к закупке, которые потерпят неделю, наверное. Не знаю, может быть, я не прав, вот, как бы, может, не потерпят. Вот, и поэтому не знаю, я, наверное, сильный пропонент и сильный евангелист цифровизации, цифровой трансформации и так далее, да. Спасибо. Добрый вечер. Спасибо большое за очень интересную лекцию. У меня вопрос, как вы видите проблему массовой безработицы, массовой замены каких-либо профессий, ну, то есть, которая вытекает, в принципе, из того, что вот уже не растет доходы, получается, труда, да, и там, видимо, отдачный капитал растет, и при этом следующий этап, когда это количество этого труда будет сокращаться, не только доходы его будут константой, но его количество потребуется меньше, да, вот как вы видите это развитие событий. Я не то, чтобы его опасаюсь, потому что, когда меня уволят, я просто пойду, лягу и умру, вот, но очевидно, что эта проблема-то массовая, то есть, действительно, когда вы думаете про судьбу условных жителей Петройта, проигравших конкуренцию, да, не все из них счастливы, мягко говоря, некоторые из них настолько несчастны, что опиоиды просто пачками глотают и пьют. я честно, у меня нет хорошего ответа на ваш вопрос, потому что моя надежда и мое ожидание, что мы все-таки увидим гораздо больше технологий в будущем, вот, изобретенных, придуманных, которые позволят человеку не терять себя вот в этом ряду сильных, умных машин, но гарантий вообще никакой, абсолютно ноль, потому что сейчас пока большинство макроэкономических трендов на то, что все-таки будет скорее снижение занятости, чем ее повышение. Я не знаю ответ на ваш вопрос, некоторые страны решили это тем, что стали стареть, знаете, это помогает. Но старость не очень помогает, потому что это еще меньше образует рабочих мест для молодого поколения, поэтому, оно его меньше получается. А, в этом плане, нет, но у вас какие-то компании остаются, там, условно, если у вас стареет Япония, да, у вас постепенно молодые все равно заменят старых, если вдруг они начнут умирать, я имею в виду. Старение здесь, оно такое, эвфемизм чуть-чуть, понятно, я неправильно выразился, теперь понятнее, наверное, что имел в виду. Как бы bottom line такой, что пока этот вопрос, мягко говоря, самый острый, наверное, для большинства тех, кто смотрит на экономическое развитие и на макроэкономику в целом. Вы его очень четко понимаете, и, к сожалению, он проблемный, потому что, как бы дальше, извините, мы не знаем, ну, сейчас, как бы, весь основной посыл, будут заниматься через 10 лет, да, то есть мы очень плохо понимаем, какие будут профессии будущего, да, то есть какие они, да, они меняются очень быстро. И я просто на себе это вижу, да, там, моя профессия, ну, казалось бы, академический ученый, ничего подобного, она меняется радикально в течение времени, поэтому, вау, вау, я не знаю ответ на ваш вопрос, который был по-хорошему, я вот пока только плохие знаю, да. Вот. И можно еще один подвопрос, то есть вот в связи, опять же, с тем, что труда надо меньше, вот есть такая версия, что разделение между, так, между супервысокопроизводительными работниками и менее производительными, оно будет расти, их зарплаты будут существенно больше отличаться. Ну, условно говоря, там, там, не знаю, там, хороший SEO и там какой-нибудь средний SEO будут получать еще, то есть разница между ними будет гораздо больше, чем сейчас. Это вы закончили вопрос, да? Да, я закончил, да. Смотрите, а вот у меня здесь другое соображение совершенно. Дело в том, что вот как раз про SEO я кое-что знаю, я почитал там некоторые исследования, кое-что поделали, ну, мои коллеги поделали, я-то старался просто разговаривать с ними про эти вещи. Там есть тонкости. Дело в том, что когда у вас data-driven process, когда вы все больше и больше понимаете про данные компании, у вас появляется возможность понять, где у вас как бы value-added от SEO, где у вас value-added от того, что вы перестали по утрам пить коньяк массово на вашем заводе, да, а где у вас польза от того, что вы купили наконец-то ERP-систему. И вот в этой ситуации, вообще говоря, обнаруживается, что SEO-то, особенно те, которые много получают, в массе своей, это вред для компании, не польза. То есть в этом плане как бы у меня есть подозрение, что если в будущем все-таки советы директоров чуть более инклюзивными станут, ну, просто вы понимаете, что большая часть вот этой существенной зарплаты SEO, это просто история про то, кто ему назначает зарплату, и как бы насколько в этих советах директоров сидят люди, которые из простого народа, а насколько там люди, которые были только что в SEO где-то еще, да, или остаются этим в SEO где-то в других компаниях. Мне очень сильно кажется, что в течение времени все меньше и меньше будет как раз возможностей гарантировать среднему SEO нормальную зарплату. То есть вот когда вы говорите про звезд, здесь вопрос, какой размер выборки является звездами, условно говоря, да. Если у вас будет два SEO условного Apple и условного Microsoft, которые будут получать много, то мы им аплодируем. Они делают какие-то полезные, наверное, венчи, которые покупаются людьми в целом, эти компании, да, и поэтому пускай не получают свое вознаграждение. А если вы говорите, что там 10% SEO будет получать все больше и больше, а 90% все меньше и меньше, то здесь большой вопрос, большой и очень большой. Многие SEO, особенно из топовых, извините, я под запись, да? Скажем так, я видел, о, вот, отлично, я могу сослаться на исследование, которое посмотрело, делают ли разницу SEO из Гарварда, Чикаго и других хороших MBA программ. Вот, ответ нет, они делают отрицательную разницу, то есть они плохо влияют на результаты компании, а не хорошо. Поэтому, как бы, вопрос того, что там будет в итоге, ну, какие-то звезды, безусловно, останутся. У нас, в принципе, экономика звезд во многих отраслях. Насколько у вас там топ-10% SEO будет много зарабатывать, а время покажет. Я подозреваю, что нет. Ну, то есть, вывод в том, что будет, ну, какое-то усреднение, да, то есть они на обратно... Мне кажется, что будет, да, что действительно звезды все равно останутся, и, может быть, они будут получать миллиарды, вот, а все-таки средний SEO, скорее всего, перестанет так сильно отрываться от среднего работника. Даже от среднего работника. То есть зарплата SEO приблизится к... Ну, такая социализм такой, да, то есть зарплата SEO... Нет, социализма не будет, там разрыв огромный. Когда я говорю приблизится, ну, будет не 600 разница, а 500. Я не знаю, работнику это доставит много радости или нет, вот, но усреднение, наверное, будет. Слишком сильно они оторвались, конечно, от Fundamentals. Хорошо, спасибо. Спасибо. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Мне ваша лекция очень понравилась, но я, конечно же, ожидал больше поговорить о блокчейне и криптоиндустрии вообще в целом. И у меня такой вопрос к вам. Как повлияет блокчейн-технология и сама криптоиндустрия на банковскую систему? И какой ваш прогноз на то, когда мы отойдем уже от наличностей? Так, как влияет на банковскую систему? Никак. Когда вы говорите про крипто в чистом виде, никак не влияет на банковскую систему. Второй вопрос, как вот блокчейн может инкорпорироваться в банковскую систему? Это гораздо более серьезная вещь. Дело в том, что вы прекрасно же следите за происходящим. Вы знаете, что консорциум международных банков с топовыми банками, собственно, балуется, тренируется, пытается понять, как ему блокчейн, токены в этом блокчейне и так далее, использовать для разного вида платежей. И вот это, я абсолютно уверен, будет инкорпорировано в ближайшие годы. То есть там уже просто дошло до того, что у вас есть прототипы понятные, да, и у вас есть первые платежи не вот в условном российском, допустим, нашей песочнице в мастер-чейне, а между международными банками, когда они пытаются создать уже платежи, не просто там аккредитивы, еще какие-нибудь интересные важные документы, но прямо-таки платежи. Поэтому мне кажется, что и блокчейн, и вот такого типа частные криптовалюты, они будут активно использоваться, но опять же, это не имеет никакого отношения к нынешней криптосреде, на мой вкус опять же, потому что никакой биткоин не станет стандартом в этих банковских системах. Это просто не нужно, они сделают свою, запилят свой блокчейн, сделают свою там JP Morgan coin, условно говоря, и поедут дальше. Что касается того, когда наконец-то мы избавимся от кэша, у меня для вас может быть сложные новости, плохие, хорошие, не знаю. Скажите, а вам нравится, когда банк, ну банк ладно, банк и так про вас много знает, когда про вас очень много будет знать все платежные системы, ФНС, там еще кто-нибудь. Не то, что знать про то, сколько налогов вы платите, это нормальная ситуация, а знать, с кем вы ужинаете, с кем вы обедали, почему вы были в Мариотте, купили ли вы что-то в Мариотте, как вы потом поедете отсюда, например, на метро или на чем-то еще, насколько вам интересно, чтобы вот это знание было везде. И это вопрос тяжелый, скажем, вот почему вам в некоторых странах кэш продолжает оставаться существенно используемым. Мы просто недавно обсуждали с коллегами, там в Германии, например, это такой немножко странный для Европы эвиденс, так там довольно широко используется кэш частными людьми. потому что даже в российских реалиях ФНС прекрасно умеет мэтчить фискальный чек с платежами, обнаруживать, кто это, вот, и дальше, а почему вы ели мороженое за ужином, а вам не полезно, где ваш ЗОЖ, почему вы ведете себя, как будто вы не хотите платить налоги через три года, как будто вы хотите, чтобы ваша сердечно-судистая система страдала, и вы за счет налогоплательщиков лежали в больнице, говорит вам ФНС в каком-то будущем, очень отдаленном, я надеюсь, и вы начнете испытывать, возможно, а может быть нет, наоборот, но я бы испытывал моральные страдания. Вот, когда мне кто-то там присылает смс-ку, вы ели мороженое, это отвратительно, не делайте так больше никогда. Я, честно говоря, не уверен, что вот из-за этих соображений privacy, частной жизни, у вас будет такое широкое принятие электронных платежей, во всех странах. Понятно, что в Китае, где у вас там WeChat становится ключевым, наверное, игроком во всех этих историях, у вас там все очень понятно, и блокчейн, и криптовалюты, и как угодно, все это там будет прекрасно работать. А вот в некоторых других странах, где, ну, вот такой частный, частная жизнь и privacy в целом чуть по-другому воспринимается, может быть, я думаю, что мы еще очень долго не потеряем возможности пользоваться кэшом. Вот. Понятно, спасибо. Спасибо вам, большое спасибо за лекцию. У меня два коротких вопроса. Первый. Кто будет нести ответственность за решение, принятое искусственным интеллектом, и если последствия будут негативными, например, все мы знаем про черный понедельник в Штатах, там, в конце 70-х, 80-х, кто должен нести за это ответственность, если какая-то компания вдруг обанкротилась из-за действия искусственного интеллекта? О. И второй вопрос, если можно сразу, можно ли запрограммировать этику? Например, автоконцерны пытаются свои автопилоты, автопилотами и искусственным интеллектом защитить водителей. Но правильно ли это? Может быть, нужно защищать тех, кто на дороге оказался? Ну, это два коротких вопроса. Интересно ваше мнение. Я с второго начну, я сейчас гадость вслух скажу, но слушайте, у нас пока не умеют программировать даже, извините, автопилот, да, то есть в этом плане, когда вот авиакомпания автопилот научится нормально программировать, чтобы самолеты не падали, вот тогда, наверное, перейдем к вопросу об этике. Вы правы совершенно, что сейчас довольно много играют с тем, как этику запрограммировать в автопилотах машин, это правда, но у меня, боюсь, для меня лично, ответы пока скорее негативные, чем позитивные, то есть там, к сожалению, пока нормальных ответов для меня не так много. Не должны ли мы оставить какую-то часть принятия решения на случайность? Я бы возражал, но если хотите, вы можете сделать это в автопилоте и попробовать это продать государству, что... Нет, не в автопилоте, а вот оставить это за водителем, то есть, ну... Понятно. Не знаю, я не то что детерминист, я совершенно не детерминист, но мне кажется, что все-таки мы должны научиться так делать наши автопилоты и что угодно, эти системы, чтобы они все-таки вели себя максимально прилично и там было мало случайностей связанных с тем, кого сбивать кошку или меня, то есть, ну... Нет. Не готов. Вот. А первый вопрос я уже забыл, вот поэтому я прошу по одному обычно задавать. Что несет ответственность за решение, принятые алгоритмы? depends, потому что если вы думаете о том, что хитчфонд разорится на своих решениях про жирный палец, да, и про то, что надо срочно распродавать, это его личные проблемы. А когда это касается системного банка или там clearing party, да, какой-нибудь, который, ну, стоит in the middle, вот тогда встанут очень болезненные вопросы, потому что обычная ответственность будет все равно нести CEO этой компании, вот, и, ну, на развитых рынках у вас заведомо ему придется думать, что делать со своим дальнейшим трудоустройством, но вот с точки зрения как бы того, как потери возмещать, это больная тема, потому что, ну, извините, но у нас с Лемоном даже еле-еле смогли разобраться регуляторы, да, потому что там безумное количество платежей было, очень сильно переплетенных между собой, с разными финансовыми организациями другими, а представьте, что это произойдет в гораздо большем банке, не в таком маленьком, а в каком-нибудь серьезном, да, уже современном и огромном. Я не знаю, у меня нет хорошего ответа, как это вообще будет разгребать возможным, но пока регуляторы справляются, за счет того, что у вас все-таки достаточно собственного капитала в ожидании потерь, которые могут понести эти организации, то есть проводятся стресс-тесты, которые позволяют увидеть, насколько у вас, ну, стабильна эта организация или нет. Но я боюсь, что если вдруг программа скажет, ну, что-то мне все надоело, давайте все распродадим просто и посмотрим, чем закончится, а-ха-ха-ха, тогда я боюсь, что ничего уже не спасет, ну, то есть здесь уже недоответственности будет, здесь как бы рынки удалось восстановить и спасти экономику в том числе, поэтому не знаю, мне трудно сказать, чем это все может закончиться, потому что пока мы этого не видели, вот такого случая. Ну, а если два алгоритма торговых обанкротили какую-то третью компанию? Ну, вот тогда регулятор придет и скажет, это что, картель? Серьезно? Вот, и тогда может быть разное. Спасибо. Спасибо огромное за вашу лекцию, очень стратегически, верно и очень так масштабно. Мой вопрос предельно прост. Скажите, пожалуйста, а экономисты обсуждают какую-то некую другую модель экономики, где вот, собственно говоря, и может помочь нам в этом цифровая, ну, в общем-то, много богатых людей, миллиардеров, и смещается, собственно, капитал, вот, какой-то очень узкий, скажем так, процентное соотношение, да, есть ли какие-то альтернативы виды экономики, возможны ли они? Спасибо. Вы знаете, это супер болезненный вопрос, потому что, когда вы думаете, например, о том, что, ну, действительно, автоматизация уж точно идет, и уж точно на некоторых, по крайней мере, рынках мы видим сильно падающую долю труда в оплате, да, это, собственно, означает перераспределение денег больше в сторону капитала, вот, не капиталистов, я не люблю это слово в целом, но капитала, другими капиталами и так далее, и как бы инклюзивность, она скорее уменьшается во времени, неравенство скорее растет, чем падает, и вопрос действительно тяжелый по очень простой причине, представьте, что в будущем, ну, нам как-то надо будет понимать, на кого налоги возлагать, вот сейчас господин Трамп, например, сделал, если вы видели, да, веселую историю, он снизил налоги на корпорации и немножко повысил на людей, ну, как бы все отлично, наверное, может быть, не знаю, но это как-то звучит очень болезненно, то есть, опять, я как макроэкономист, наверное, должен это приветствовать, потому что, ну, даже наши теоретические модели подсказывают, что это правильный шаг, там действительно у вас налог на капитал, на инвестиции должен быть очень низким или нулевым, я с этим не то чтобы спорю, но я как человек, который живет среди людей, я испытываю сильную фрустрацию, потому что, почему вдруг люди должны платить за то, что корпорации будут больше зарабатывать, там следующего шага нет, если бы корпорации после этого делали больше инвестиций, как бы создавали больше рабочих мест, становилось бы хорошо и приятно, было бы здорово, этого не происходит, мы этого не видим в данных, и дальше встает вопрос, подождите, но если в будущем они все больше будут инвестировать в капитал, все больше будут роботы заменять людей, а откуда мы будем брать деньги для минимальных вещей, для медицины, для образования, для армии, в конце концов, для армии всегда найдем, США не экономят на армии, как мы знаем, вот, и в этом смысле вопрос действительно тяжелый, экономисты бурно, на самом деле об этом говорят, макроэкономисты чуть больше, наверное, чем другие экономисты, бурно об этом говорят, очень проблемно это, то есть хороших ответов нет вообще, вот, мы действительно приплыли в воды, где мы не ожидали оказаться, мы не знали, что будет такая автоматизация, такая цифровизация и переход, собственно, к новому совершенно состоянию мира, где у вас один правильно нажимающий на, зря я так, один дата-сайентист может заменить 10 там кредитных менеджеров, да, то есть в этом плане, ну, понятно, что не все кредитные менеджеры исчезают в этой картине мира, но из 20 остается 10, и два дата-сайентиста, которые умеют правильно взаимодействуя с бизнесом, делать хорошие модели для оценки, вот, поэтому, опять же, к сожалению, как бы плановая экономика в этом плане совершенно не работает, она создает неправильные стимулы, к сожалению, или к счастью, и в этом смысле нерабочий вариант, но что еще делать, это очень-очень тяжело, и тот человек, или группа, или организация, или страны, которые разберутся, но они первыми, наверное, получат от этого выгоды, потому что к ним многие переедут жить, вот, поэтому, да, не знаю, не знаю, но вопросы действительно болезненные, да. Потому что там, начиная с социальных лифтов, которые просто, они уже не нужны, и заканчивают там долголетием, способность там продлевать жизнь, и так, биохакерство, и трансгуманизм, вот эти все доступы. У меня была тяжелая неделя, которая началась примерно в январе, вот, поэтому, как бы, у меня такое ощущение, что я уже не очень хочу долгожительствовать, вот, и вот состояние на вечер среды, я чувствую себя скорее человеком, которому надо просто лечь и лежать год, вот, но, как бы, вы правы совершенно, что все равно мы будем долгожительствовать все больше и больше, потому что ЗОЖ, да, потому что, ну, понятно, что я уже пью воду, а вот мог бы пить что-нибудь еще. И, честно говоря, действительно, людям все тяжелее и тяжелее станет многие вещи получать от государства, все тяжелее и тяжелее социальную поддержку оказывать будет, это правда. Здесь, ну, единственное, мое, моя надежда очень большая, и единственное, что все-таки мы научимся переобучать более взрослые поколения, на что-то, что сможет работать. Опять же, сервисы все равно будут развиваться. Понятно, что будет из-за долгожительства работать медицина, и где-то это будет фармакология, к которой мы не будем, наверное, сильно иметь отношение, а где-то это будет, собственно, уход за более пожилыми людьми, которые будут очень сильно развивать сектор услуг. Где-то, может быть, люди пригодятся в, опять же, в развлечениях, в конце концов, они будут писать стихи друг к другу, да, я не знаю, честно, это болезненная тема, и пока вот ответы, которые найдены, они очень слабые. Олег, спасибо за прекрасную лекцию. У меня вопрос вот какой. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь о цифровых технологиях в образовании? И вот я не знаю, существуют ли какие-то исследования на этот счет, или существуют какие-то опросы, может быть, которые показывают, что люди предпочитают учиться у людей, а не на образовательных платформах и так далее, и так далее. И в таком случае ты еще недолго, не скоро ляжешь и будешь умирать, я так чувствую, потому что если вдруг люди все-таки хотят учиться у людей, то работа придется еще долго. Это больше физическое ощущение, что очень хочется лечь и как бы лежать долго. Это не то, что я думаю, что буду совершенно нерелевантен уже через год. Я думаю, что все-таки какое-то время еще по пылю, как говорят. Но здесь история такая. Я не думаю, что люди так уж мечтают учиться у людей все время. Скорее, это очень сильно зависит от того, чему мы их научим на базе вот тогда, когда они обязаны у нас оказаться в руках, я извините, так скажу. То есть вот, чему мы их научим в школе, чему мы их научим в бакалаврской программе и может быть в магистрской, которую некоторые из них возьмут. И здесь как раз мой посыл простой. Если мы научим за это время их учиться самостоятельно, искать информацию, разбираться там, я не знаю, с заданиями, если у них возникает какой-то вопрос, они не мне пишут, я сейчас, что-то я опять начинаю, слишком много эмоций выбрасывать, но в общем, они не пишут мне с вопросом, ой, скажите, как нажать кнопку в Excel, а я должен нажимать это правой кнопкой мыши или левой, а то правой не получается. Чувак, иди в YouTube, разберись. Это условный сейчас был пример, но тем не менее, как бы, если люди на базе, вот на школе в бакалаврской программе научатся, и магистрская иногда, научатся разбираться с тем, как двигаться, дальше lifelong learning, который мне очень нравится как концепция, и, наверное, будет все больше и больше распространяться во всех странах, и у нас тоже, он будет возможен вообще без человека, вот именно онлайн, по сути. Просто довольно много обучения, оно же происходит автоматически на рабочем месте, да, то есть автоматически вынуждены там разбираться с тем, как работают модели в конкретной компании. Возьмите крупнейшие компании, они же будут иметь просто несовместимый софт. Вы работаете там условно в Амазоне, в Гугле, в Яндексе, и там, что еще, в Эпле, будете просто на разном софте работать, на разных, разные программы, писать на разных языках программирования, и питон, которому вы научились, поможет вам только в том смысле, что вы концепции какие-то понимаете хорошо, но на питоне вы не будете писать в Гугле, у них там свои инструменты, не будете в Амазоне, не будете в Эпле. В этом плане мне кажется, что, опять же, то, что есть такая идея, что люди лучше учатся у людей, она только идея, потому что вся эта индустрия цифрового обучения и курсеры, и так далее, и так далее, она немножко молодая. Когда мы научимся хорошо это делать в оффлайне, а научимся мы быстро, потому что там очень много экспериментов идет постоянно, я извините, хорошо, я буду считать, что никто не слышал название компании, и никто не воспринял это как рекламу, но, опять же, есть компания Учью.ру, которая работает с школьниками, я просто про что знаю, про то говорю, извините, наверняка есть что-то еще. Чего? Что? Да, наши выпускники там частично работают, ну, поэтому я, наверное, больше и знаю про них, да. Вот, но это компания, которая работает уже в нескольких странах мира, если я ничего не путаю, у них 10 миллионов уникальных школьников в год, и, ну, я произнес, это как-то странно, да, но просто 10 миллионов школьников разных, в смысле, не 10 миллионов обращений на сайт, да, 10 миллионов разных детей, которые приходят и учатся. Вот, так они чисто в онлайне, это вообще не оффлайновая история ни в каком виде, но они супер успешны именно в том, что они смогли найти формат, в котором вы этого ребенка, ну, ребенка, у которого вообще, наверное, никакого знания, как учиться, пока еще нет, вы уже его можете подтянуть к тому, чтобы он лучше понимал, как работать с миллионом людей, в математике, до языка. И в этом смысле у меня просто очень большие надежды на онлайн, особенно в российских реалиях, где у нас огромная территория, многие люди живут в маленьких городах, я просто утром был, вот опять же, на телевидении, обсуждал все эти печальные темы, как там перейти к какой-то другой работе, если живешь в Костроме, допустим, да, не знаю почему, ну, наверное, может, понятно, Кострома, Мономур и все такое. Значит, для нас, для России, онлайновое обучение, это чудовищно важная история, которая обязана сильно развиться и стать ключевой для большинства населения, в том числе пожилых, почему-то сейчас хотел сказать, не пожилых, а после, что сказать, предпенсионного возраста и так далее, для школьников, для среднего возраста, для всех. Мы все должны все время учиться, я все время учусь, я все время пытаюсь что-то новое узнать, вот. Поэтому, да, я верю в это цифровое образование, оно будет развиваться очень бурными темпами, вот. А еще один вопрос, а все мы, в смысле, заканчивается аренда, да, понятно. Ну, конечно, работа завтра начинается рано. Тогда, ну, все, да, все вопросы, больше нет вопросов. Грандиозно. Да. А время заканчивается, понял. Смотрите, я быстренько повторю вопросы, которые были. То есть, были вопрос про слабые места у модели, когда банки переходят к машинному обучению для определения качества заемщика. Мне больше всего, честно, я скажу, я извиняюсь, я вижу их тело. Лекция была про регулятора, мне очень понравился вопрос про вот эту цифровую торговую площадку и тендер государства, извините, он абсолютно такой своеобразный для большинства из нас, а мне вот очень нравится. И я считаю, что это очень важный вопрос задавать вслух, да, постоянно. Спасибо большое, если вы еще здесь... Это бы... Да, девушка задавала этот вопрос. Да, подойдите, пожалуйста, получите приз, представьтесь. И Олег... Если хотите, представьтесь, можете не представьтесь, мне кажется, здесь же все анонимное и как бы частная жизнь. Ну, слушайте, ну, я за частную жизнь и правился в полной мере. Большое спасибо, да, вот такая странная немножко книжка. Спасибо вам. Меня зовут Милая Ольга Александровна. Технологиями приходится, приходится именно заниматься, потому что экономика как раз переходит в серву технологий. Спасибо большое. Друзья, большое вам спасибо, что провели этот вечер с нами. Приходите через неделю на лекцию Сергея Измалкова, профессора Реша. Приятного вечера. Приятного вечера. Приятного вечера.